Доброго времени суток всем любителям часов! Сегодня у нас на обзоре замечательная Omega Planet Ocean 600 метров, которая любезно предоставлена мультибрендовым бутиком Montre Deluxe, за что им огромное спасибо и все ссылки на бутик будут ниже в описании. А также напомню, что пришедший в бутик клиент и назвавший пароль Freediver получит беспрецедентные скидки на такие марки как Omega, Blanc Pen, Admar Piguet и Jorley Coulter. Ну а мы как обычно, поехали! 45,5 мм, толщина 16,9 мм, практически 17 мм, ширина ремешка браслета 22 мм и расстояние от верхнего ушка до нижнего 51 мм. Часы кажутся массивными и тяжелыми, на самом деле они такими и являются, они достаточно массивные и тяжелые, но именно эта модель выполнена из титана и поэтому гораздо легче стальной. Но при этом стальная, даже без браслета, очень тяжелая. Также я хочу, чтобы вы посмотрели на то, что цвет титана здесь практически не отличается от цвета стали, выполнена практически идентично. Это специально так сделано для того, чтобы часы выглядели как обычная стальная версия. Конечно же здесь у нас сапфировое стекло с двойным антибликовым покрытием и как вы видите куполообразный тут такой сапфир. Очень я люблю такие стекла. Также стоит отметить то, что с задней крышки тоже сапфировое стекло. Ну и конечно же здесь безель с керамической вставкой и с технологией Liquid Metal. То есть это металл, который объединен вместе с керамикой в одно целое. Ход у безеля по полминуты. Как вы видите, достаточно легко он вращается с хорошими четкими щелчками. И я думаю, что вы уже даже заметили, как верхняя точка светится. Ну и посмотрите на суперлюминолу, которая здесь. Как все это замечательно смотрится. Великолепно. Стрелка, минутная и точка отличаются по цвету. Немножко более в зеленой такой. Здесь просто сильно отсвечивает. Может быть будет момент, вы заметите. Это дайверские часы и у них водозащита 600 метров. Заводная головка здесь, конечно же, завинчивается. И также стоит упомянуть их цену. Ритейловая цена 7400 евро. Стоит отметить то, что стальная версия стоит немножко дешевле. 5750 евро. Так что выбор есть. Более тяжелый вариант. Либо более легкий вариант. Но, как говорится, за все нужно платить. Ну и давайте сейчас уже перейдем к ремешку. Здесь это каучуковый ремешок. В данном случае, из-за того, что сами часы, скажем так, имеют синий такой цвет, то и ремешок, конечно, синий, с прострочкой, с титановой же застежкой на пушерах. Застежку такого типа вы могли видеть в недавнем обзоре Omega Deville хроноскоп. Принцип ее работы такой. Выполнена она здесь достаточно интересной. Конечно же, очень качественной. Имеет как и сатинированные части, так и полированные. Нужно отметить, что сам по себе вот этот вот каучук, такой, я бы сказал, средней мягкости, будет неплохо облегать руку. Достаточно такой приятный он на ощупь. Как вы видите, внутри тоже хорошо отпечатанный рисунок. Видна прострочка. Что достаточно приятно. Не будет здесь сильно он налипать на руку. Это все нужно для того, чтобы здесь свободно проходил воздух. Это очень даже неплохо. Выполнен он, конечно, очень хорошо. Действительно такой приятный, приятный ремешок на ощупь. И подогнан он под корпус очень хорошо. Здесь ничего нигде не болтается. Никаких зазоров нет. Ну и давайте уже перейдем к механизму. Итак, перед нашим взором предстает замечательнейший мануфактурный механизм с коаксиальным спуском 8500. Он имеет диаметр 29 мм, толщину 5,5 мм, 39 камней. Он работает с немного нестандартной частотой в 3,5 Гц, а именно 25200 полуколебаний в час. И у него запас хода 60 часов, чтобы условлено двумя заводными барабанами. Из интересного вы сейчас можете видеть как раз это систему защиты оси баланса Niva Shock. И еще достаточно интересно будет то, что этот механизм появился в 2007 году, и до 2011 года здесь не было баланса с использованием кремниевых сплавов, а именно силициум-14. Здесь как раз будет написано на задней крышке. Так вот, если у вас старая версия этого механизма, то можно спокойно поставить ее в любом из официальных сервисов, можно поставить новый вот этот вот баланс уже с использованием кремниевых сплавов. Во всех часах уже, точнее не часах, а во всех механизмах стоит уже после 2011 года. А с 2015 года многие из этих механизмов получили сертификацию мастер-хронометр. Также будет, я думаю, вам интересно посмотреть на то, как отделан этот механизм. Вы можете видеть замечательнейшие женевские волны. И, конечно же, он имеет родивое покрытие. Сейчас я еще раз вот сюда наведусь. Вы можете видеть как раз элементы колес коаксиального спуска. И вон там даже видно один из зубчиков одного из этих колес. Действительно красиво. Но еще я вам хочу показать здесь... Сейчас я разверну часы. Я хочу вам показать вот эти большие крупные камни. Показать барабаны. Ну, их тут, конечно, так не видно, но часть барабана можно увидеть. И вот здесь барабан 1. И чуть ниже барабан 2. Конечно, очень красивый механизм. Больше всего здесь, конечно, привлекает внимание именно, как выполнен баланс. Его защита. Мост на двух опорах. Замечательно. Ну что ж, давайте уже перейдем к лицевой части. Я вам расскажу, как эти часы управляются. И так, как вы можете видеть, функционал здесь достаточно простой. Это классический, можно сказать, трехстрелочник с датой секунды, минуты, часы. Но управление тут интереснее, чем у, например, того же Симастер 300. Итак, заводная головка отвинчена и встала в первое положение. В этом положении, если мы вращаем головку по часовой стрелке, мы подзаводим часы. А вот дальше наступает более интересное. Мы ее отодвигаем в положение номер 2. И в этом положении мы можем переводить часовую стрелку отдельно. То есть, это быстрая корректировка даты. И мы можем это делать, как вы видите, в одну сторону или в другую. Без каких-либо проблем. И если мы будем быстро переводить эту стрелку, то таким образом мы переведем дату, как вы видите. Ну и, конечно же, положение 3. У нас стоп-секунда. И если мы вращаем против часовой стрелки, то мы будем идти по часовой стрелками. Вращать, кстати, можно и в одну, и в другую сторону без проблем. Ну и давайте я сейчас быстро прокручу, для того, чтобы вам показать, как дата перещелкивается именно в момент, так скажем, хода часов, а не тогда, когда мы его перещелкиваем именно вручную. Так, сейчас она не будет перещелкиваться. Сейчас она должна будет щелкнуть следующий круг. Ничего страшного. Мы быстро это сделаем. И вот уже скоро. Итак, мы приблизились. Мы приблизились. И начался уже перевод. И смотрите. Опа. Ровно перешла в необходимый момент. Это хорошо. А сейчас минута истории. Название Омега впервые было использовано в 1894 году. Тогда был разработан новый механизм для карманных часов. Калибр Омега-19 Line. Механизм изначально разрабатывался под новые и современные на то время методы производства. И позднее эти методы были взяты на вооружение всей швейцарской часовой промышленностью. Идея дать этому калибру название Омега и в будущем продавать часы под этой маркой принадлежала Генри Риккелю, банкиру братьев Брант. 10 марта 1900 года новое имя получило международную регистрацию в качестве торговой марки. В том же году на всемирной выставке в Париже Омега получила гран-при международного жюри за великолепную коллекцию. К этому времени мануфактуры выпускалось более 200 тысяч часов в год. И на крупнейшей фабрике в Швейцарии работало более тысячи сотрудников. Вот так эти часы выглядят на руке. Очень красиво. Ремешок с прострочкой, красивый цвет. Конечно, это достаточно толстая, здоровая шайба. И от этого будут сложности захода, так скажем, под рубашку, под манжет. Но это нисколько не помешает одевать эти часы именно с костюмом. Получится такой Джеймс Бонд стиль. Они будут прекрасно смотреться, на мой взгляд. Это действительно такие casual и повседневные, очень хорошие часы для того, чтобы можно было одевать практически под все. Что к гидрокостюму, что к, скажем так, к пиджаку, они отлично подойдут. Ну, давайте посмотрим их в макро. Ну и вот в макро перед нами предстает циферблат. Сразу хочу сконцентрировать ваше внимание на надписи накладной Омега и значке Омега. Как это все красиво выглядит. Посмотрите, как обработаны стрелки, метки. Тут действительно это все на очень хорошем, высоком уровне. Опять же, посмотрите, какой четкий шрифт. Давайте поближе рассмотрим, как выглядит Liquid Metal. Это металл, который объединен вместе с керамикой и по заявлениям разработчиков он не будет выцарапываться, не будет оттуда выпадать. То есть он обладает практически такой же твердостью, как и сама керамика. Это вот центральная меточка на безеле. Посмотрите, какая мощная насечка. Здесь же видно, как хорошо полирована поверхность душклиры. И, конечно же, прекраснейший сатин. И заводная головка, которая достаточно неплохо утопает в корпус. И посмотрите, какой четкий здесь логотип. На таком, получается, немножко песочном фоне как бы. Можно перейти к ремешку. Посмотрите, какая прострочка. Интересная структура получается у ремешка. Вот сейчас мы как раз добрались до застежки. И здесь можно рассмотреть принцип ее открывания. Великолепно она выполнена. Замечательно все это выполнено. Но давайте посмотрим на внутреннюю сторону ремешка. Смотрите, как он здесь отпечатан. Имеет такие достаточно красивые волны. И мы добрались до задней крышки. Снова механизм. Но на этот раз мы посмотрим больше именно заднюю крышку. Какие здесь у нас гравировки. И внутреннюю сторону. Также давайте перейдем уже вот сюда. Посмотрите, здесь есть прекрасная фасочка. Великолепно выполнена. Гелевый клапан. Выглядит он так же, как и заводная головка. Замечательнейший сатин. Ну и конечно, снова безель. И стекло. В итоге компания Омега удалось создать великолепную линейку часов Планет Оушен. Которая обрела поклонников по всему миру. И популярность этой линейки не уступает, например, тому же Спидмастер. И, в принципе, взглянув на эти часы, понятно почему. Здесь хороший дизайн. Отличная отделка. Великолепный механизм. Ну и общее сочетание и соотношение цены и качества здесь, конечно, на высочайшем уровне. Действительно, часы с большой буквы. Это часы, которые будут служить долгие годы. И это часы, которые действительно впечатляют практически всеми своими показателями. Ну что ж, я хочу поблагодарить мультибрендовый бутик Montre Deluxe за предоставленную возможность обозревать столь интересные и действительно великолепные дайверские часы. Все ссылки на бутик будут ниже в описании. А также хочу напомнить, что пришедший в бутик клиент и назвавший пароль Freediver получит беспрецедентные скидки на эти часы, а также на все часы марки Omega, Blancpen, Jorley Coulter и Ademar Piguet. И, конечно же, я хочу новоприбывших на канал попросить подписываться, ставить лайки или дизлайки, прожать колокольчик для того, чтобы не упускать выходящие новые видео. И, естественно, пишите комментарии, задавайте вопросы. Я стараюсь отвечать на все вопросы, непосредственно заданные мне, и принимать участие в дискуссиях, что разворачиваются под видео. Ну что ж, увидимся в следующих видео. Всем пока-пока! Продолжение следует...